Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. У меня есть страх потерять зрение, у меня есть диагноз частично атрофея зрительного нерва. Вижу я нормально, но на одном глазу тёмное пятнышко, вижу визуально. Два года это не прогрессирует и при лечении есть шансы, что это прогрессировать не будет. Недавно была травма бланжа под обеими глазами, но зрение на данный момент хуже не стало. К врачам ходила проверяться, наблюдая это, принимаю терапию для поддержания профилактики. Но есть проблема, и это проблема психологическая, у меня сильный страх. Страх того, что заболевание когда-то начнёт прогрессировать. Я начитаю про этот диагноз, читаю формы, реву, доходит до истерика. Заболевание, связанное со зрением больше двух лет. Раньше меня это так не беспокоило, как сейчас, пока не начинал читать про него и пока не получил травму. Как мне справиться? Я боюсь потерять время, мне очень страшно. Как справиться со страхом, несмотря на болезнь, взять себя в руки и продолжать жить? Ну, смотри. Во-первых, вы говорите о том, чтобы продолжать жить. Вот как-то хочется вас спросить, да, а что это? То есть, ну что, что это продолжать жить? То есть, продолжать жить это как? Если вы можете такое, ну, судя по всему, большое количество своего времени уделять проблеме данной, то, ну, можно, наверное, предположить, что ваша жизнь вам несколько не особенно интересна. А вот это, ну, как минимум, как предположение такое, да? Вот, поэтому, ну, вот у вас есть возможность жить. И как вы будете жить? Что вы будете делать? Ну, конкретно, опять же. Вот, это первое. Второе. Страх потерять зрение имеет под собой, на мой взгляд, три основных момента. Первый момент – это страх потери контроля. Второй момент – это страх быть ущербным. То есть, ну, вот потерять свое зрение, да, и станете, не знаю, инвалидом, да, или вот что-то, что-то такое. То есть, ну, такой момент может вас, например, тревожить, допустим. Вот, и страх потерять зрение – это история про нежелание видеть что-то. То есть, это вот про такое нежелание с чем-то сталкиваться. Дело в том, что у человека совсем не просто так, вот совсем не просто так, появляется этот страх. То есть, как бы, ну, почему именно зрение, да, вот такие вопросы возникают. Почему именно зрение вы боитесь потерять? Вот, то есть, как вы к этому приходите, что именно зрение и так далее. То есть, это все не случайно. И связывает это обычное с тем, что человек чего-то избегает, что человек не хочет что-то видеть. Вот, что человек не хочет что-то замечать. И такого рода конфликт внутренний как раз-таки вот, ну, приводит человека, да, к тому, значит, что вот он начинает бояться потерять зрение. Вот. То есть, такие мысли. Вот такая человек сам от себя их, ну, отталкивает, отгоняет, потому что, ну, ему кажется, ну, как-то так, да, вот как-то так, как-то так. Я, там, хочу чего-то не видеть, да, ну, как это вообще возможно, это нереально, и я не могу этого вообще хотеть, да, это абсурд, это вообще странная какая-то вещь, вот. То есть, человек как бы себе, ну, себе запрещает это, а на самом деле такой вот конфликт может быть, вот. То есть, ну, беспомощность, если вы будете, ну, не будете бежать, не будете бежать, убегать от своего такого состояния беспомощности, если вы не будете от него бежать, то вам будет легче. Вы будете, ну, меньше, меньше бояться, гораздо. Вот. Это первое. Второе. Это работа с, с наценкой, если, если вы опасаетесь того, что будете какой-то, какой-то ущербный, то есть, у вас, вот, ну, в данном случае получается, что ценности расположены несколько, получается, деструктивно, да, то есть, как бы, вот, ну, вы себя, в принципе склонны, вот, в этом контексте получается обесценивать, вот, вы себя обесцениваете. А, и, ну, в данном случае это обесценивание, оно просто находит, вот, знаете, такой, выкат, да, оно находит такую форму, но обесценивание, оно, в принципе, ну, существует, если оно есть. Вот. Работать нужно с этим. И, соответственно, если вы не хотите чего-то замечать, да, может быть, такая история, что у вас несколько, ну, таких вот, получается, субъективных оснований для того, чтобы, ну, бояться, да, для того, чтобы опасаться, вот, у нас, может быть, несколько, несколько оснований, да, вот. А, значит, то работать, вот, нужно с этими, с этими моментами, вот, зависит от того, о чём, как-то, вот, ну, конкретно идёт речь. Вот, 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 сначала, сначала нужно найти причину, да, сначала нужно найти то, что может быть основанием для вашего страха, вот, и потом, соответственно, уже работать с этим основатом, с этим основатом. А вы также говорите о том, что, вот, я не боялась, да, ну, какое-то, ну, какое-то время, получается, я не боялась, вот, потом начало читать, и мне стало страшно, вот, что подвигло вас читать. Вот, то есть, я просто этот момент не очень понял, потому что хронологически, хронологически совсем понятно, что появилось, ну, что было вначале, да. То есть, вначале была травма, и потом вы начали читать, например, или вначале вы начали читать, и уже потом была травма. Вот, вот, а это вот как-то, ну, не угадывается, вот, по хронологике, вот, но тем не менее, я думаю, что, вот, стоило бы обратить внимание на то, что является мотивом. Основным мотивом вашим для того, чтобы, ну, чтобы читать, читать это. Вот. Потому что, ну, вы не боялись, да, потом начали читать, и стали бояться. То есть, такое чувство, такое ощущение, что, вот, захотелось вам, в этом смысле, как будто бы захотелось вам начать бояться. Понимаете, так, вот, ну, как будто, эх, как будто стало скучно в определенный момент вам, вот, и вы такая, а, ну, хорошо, мне скучно, мне скучно, поэтому я сейчас начну, значит, ну, что-то читать, да, чтобы мне было не так скучно. Вот. Понимаете, да? Ну, я понимаю, как это звучит, но, вот, в данном случае, вот, такая история, история, и она, ну, довольно-таки, эээ, серьезная, довольно-таки эта история. Вот, ага, вот, как-то, как-то так я мог бы, наверное, вам ответить, эээ, сейчас, по крайней мере, с точки, с точки зрения, с точки зрения, с точки зрения, вот, эээ, значит, психотерапии, вот. Ага, еще я бы сказал, что справляться, наверное, требовать от себя справляться не нужно, вот. А, мне кажется, что, наоборот, нужно как-то, вот, ну, страху, ээ, идти навстречу вашему страху, да, и, эээ, ну, постараться его прожить. Вот. А, и, вот, опять же, то, о чем вы не говорите, в принципе, но, а, то, что хотелось бы спросить, а что такого страшного, то есть, ну, вот, а что для вас такого страшного самого в том, что вы потеряете зрение? Ну, вот, что вы боитесь, что произойдет такого, что для вас самое неприятное здесь, вот. Попробуйте, вот, на это тоже ответить. Я, опять же, об этом, эээ, говорю, если не в том ключе, что, ну, потеряете, эээ, время потеряете, да, вот. Я здесь больше говорю именно как раз в случае того, чтобы вы, эээ, сами, как-то, вот, ну, опредметил, что ли, свой страх. Вот, пока что у вас этого сделать не получается. Вот, было бы неплохо, если бы вы опредметил, эээ, свои опасения. Тогда вам самой было бы легче, эээ, смотреть на то, что вы можете сделать для того, чтобы, ну, чтобы страх, эээ, чтобы вот то, чего вы боитесь не случилось. Вот, потому что, эээ, вполне, вполне может быть, вот, эээ, такая история, вполне может быть. Ээээ, что вы хотите, ну, хотите бояться, вы хотите бояться, вполне может быть так. Опять же, я понимаю, я понимаю, как это звучит, да, и что, может быть, вы не согласитесь с этим. Я с вами не спорю, ни в коем случае не буду с вами спорить, вот, но, тем не менее. Вот, момент это важный, и на него нужно обратить внимание. Вот, на этом все, буду благодарен вам за обратную связь, по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Я же, я желаю вам всего самого доброго, удачи. Так, эээ, обращайтесь, если будет такое желание. ... ...